У нас эвакуация, и вот таким вот интересным методом сейчас будет эвакуироваться автономить. Я, если честно, думал, он сейчас за центр лилами просто его возьмет. Нет карабки передачи, видимо, что это оторвало с ним. Итак, ну, как говорил Доминиф Торетто, на любви в стыне, 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 на любви в стыне. На семью, семья всегда рядом, и семья всегда поможет. Я Питоз проиграл из-за того, что бампер под передним колесом зажирала, ну и, соответственно, все, заблокировала руль, ехать дальше не мог. Но вторым номером, конечно, жирный проезд был. Доминиф Торетто, который проезжает, так, что у нас и проходят следующий фильм, что у нас 3-46, это Торетто, где Станислав и Даниил Филиппер. Мы же на старте находимся, номер 7 и номер... А, понятно. Что-то порожек, как будто бы там подмялся, да? Номер 3 у нас, не так оригинное, и номер 7. Выяснилось, что вклинило заднее левое колесо по непонятным причинам, либо редуктор развалился, либо еще что-то. В общем, вот таким вот методом тачку эвакуируют. Трос сначала порвали, в итоге нашли цепь. Тащат в техпарк. А у нас на старте следующая пара, поедет 30-ка на М50Б30, да? М50Б30 Атма? А, Б20. Ничего себе. М50Б20 против ЛС7 Е46. Кстати, на 46-й на этой сегодня катался. Абсолютно прозрачно едет, рулится, всегда под газом что-то есть. На 92-й на GZ-ке сегодня уже катался. Опа! Хорош, пошел! Погнали, смотрим ответочку. У Тёмы пострадала тяга. Минус тяга в заезде. Вторым номером ткнул первого. Сейчас 5 минут будет. Сейчас посмотрим, как механики справятся за 5 минут тягу поменять. Что сейчас? Засекать так же с секундомером, как в РДС? Как говорит Антонио, полетели и в рот тевтели. Пилот сам включился в работу уже. Концентщика, СММ, Анатолий Меркет. Давайте им подарим отдельные аплодисменты. Потому что именно они рассказали вам, что здесь 1 и 2 июня будут проходить здесь взрывания. Именно благодаря им вы смотрели все риелки, смотрели все сторисы. Они это снимали, они их демонтировали. Они писали и, возможно, даже отвечали на ваши сообщения. Что-то в районе минуты, наверное, остается пацанам. Аня на контроле держит. Так, соперник выезжает уже. Так, ну Костян, красавчик, взял тоже свои 5 минут. В итоге пацаны успели подчиниться. Смотрим второй заезд. Надо было хоть бублики здесь покрутить. Рулежку чухнуть. Там расхождение, просто, смотри, как-то не появится. И вот увидел. Так, что чуть-чуть промахнулись. Чуть-чуть, да? Пару сантиметров? Сейчас посмотрим. Интрига. Интрига. Повисло в воздухе. Погнали. Пару сантиметров? Продолжение следует... Ну а мы ждем второй финал, второй финал, потому что ехали мы сетку Double Trouble Illumination. Один раз Костя выщелкнул Паули, у Паули до финала он дошел, ни разу не проиграв, поэтому у него было две жизни. В общем, ждем второй битвы. Но пацаны с таким количеством МТшек, заездов просто вкатились в трассу друг в друга, что показывает реально очень крутые заезды. Молодцы. Вот тока, тока похвалил и все разрушилось. Ну да, здесь узенько, там сильно напрыгнул, пришлось зауглиться, чтобы спастись, не ударить первого, ну и в общем весь заезд дальше сломал. Смотрим, смотрим второй заезд. Смотрим второй заезд. Ну, как говорится, базара нет. Я думаю, все поняли, кто победитель. Первый заезд тоже вы успели посмотреть. Поздравляем Паули с первым, Костика со вторым. Очень отличное начало сезона, я считаю. Что, согласен? Согласен, загораем дальше. Все, можем спускаться. Нравится. Согласен, загораем дальше.